Совсем уже скоро первые скетч-выставки пройдут в сети городских библиотек. И все это в рамках фестиваля скетчинга и репортажного рисунка. О том, что это такое и как все будет происходить, из первых уст узнаем прямо сейчас. У нас в гостях куратор проектной платформы «Азбукарт» Центральной городской библиотеки имени Толстого Анна Горенкова и участница фестиваля скетчинга и репортажного рисунка Рина Воронова. Здравствуйте. Добрый день. Анна, первый в Севастополе фестиваль скетчинга и репортажного рисунка. Что из себя представляют и откуда он к нам пришел? Да, мы уже рассказывали в вашей студии. Спасибо, кстати, большое за это, за право голоса в этом вопросе. О том, что такое «Азбукарт» и его проект, связанный с искусством книги, с искусством изображения графических листов, книжной иллюстрации и самых разных форматов существования современного рисунка. Именно относящегося к книге, к печати, то, что нас окружает буквально везде. Дело в том, что очень много прошло за этот сезон проектной платформы «Азбукарт» выставок. Их прошло 12, 5 из них были посвящены именно скетчингу, репортажному рисунку, так или иначе. Это быстрая зарисовка, набросок, который впоследствии либо остается в том виде, как ему видит художник сразу, либо переформатируется уже в хорошую иллюстрацию и начинает существовать в формате книги. Очень часто скетч существует как самостоятельный сборник, как книга. И вот Рина тоже покажет такие скетчбуки. Очень много ребят за это время, за эти 5-8 месяцев приходили, показывали свои работы. С очень многими из них мы встречались буквально в городе на пленэрах, на зарисовках. К нам присоединились студии города Севастополя, где дети, взрослые изучают искусство вольного рисования. Это тоже очень красивое искусство, древний навык, хороший навык. Путешествуем, общаемся. И очень многие стали говорить, что выставки-то проходят, мы общаемся на эту тему, а нас много становится. И как-то вот так родилось, что ребята предложили, давайте фестиваль. И руководство библиотечной системы для взрослых нас поддержало и говорят, почему бы нет. Так вот появилась идея создать действительно первый в городе скетч-фестиваль, в котором принимают на сегодняшний день участие уже 17 авторов из Севастополя, Симферополя, Донецка. Город Дубна представляет девушка, это Подмосковье. То есть вот география расширяется. И как ни странно, в город Севастополь именно за зарисовкой, именно за графикой приезжают огромное количество людей, вот часть из которых мы сможем показать в наших камерных залах. Анна, и все-таки кто такой скетчер и есть ли аналог этой деятельности в русском языке? Конечно же есть. Дело в том, что нам приходится сейчас, нам искусствоведам, пользоваться словом именно таким, да, иностранным скетчинг. Мы сейчас работаем над тем, чтобы его немножко облагородить и привести к нашему понятному для нас языку русскому. Скетч это зарисовок, быстрый эскиз, этюд, как хотите его назовите. То есть долгое время это было на стадии именно подготовительного рисунка. Так как такового самостоятельного направления в искусстве не было. В 2007 и 2009 году испанцы, журналисты, они патентуют это направление, и оно становится уже всемирно известным. Огромное количество людей к этому движению присоединяются в интернет-пространстве. И сейчас чаще всего они бытуют именно там, в онлайне. У нас идея другая. Мы хотим вывести это все в оффлайн, потому что все-таки, как опыт показывает, как показывает практика, выставки в реале, выставки в реальных залах, они дают несколько другое понимание рисунка и вообще необходимости рисовать. И зарисовок, эскиз, композиция, в общем-то то, что долгое время считалось просто учебным рисунком, становится самостоятельным уже направлением. Его называют либо скетчинг, либо мы вот нашли с ребятами тоже такой термин, вольный рисовальщик. И становится этот вид графики отдельным, самостоятельным. Он может и не становиться впоследствии иллюстрации, может не становиться впоследствии большой картиной. Но красив он сам по себе, информативен он сам по себе. — Можно утверждать, что это движение зародилось буквально недавно в нашем регионе, так? — У нас да. — И сейчас вот проходит фактически фазу своего становления. Да, очень многие художники, я знаю маститых художников, которые уже в союзах состоят, которые очень много блокнотов подобных создают. И они всегда считают, что это такое на дальнейшую наработку. Оно отчасти это верно, но отчасти же мы говорим о самостоятельном произведении, именно рисунок. Возвращается графика наравне с царицей, с живописью. Она возвращается в интерьеры, возвращается в альбомы, она становится интересной. — Лена, поговорим теперь о вашей непосредственной деятельности, о ваших блокнотах. Расскажите о них подробнее, как давно вы стали этим заниматься, и почему именно к этому у вас легла душа? — Почему легла душа? Наверное, в первую очередь потому, что если, когда мы говорим слово «художник», мы представляем себе художника, обязательно закончившего художественную школу, возможно, какое-то высшее художественное заведение, то скетчером, по сути, может стать абсолютно любой человек. Не обязательно иметь какие-то серьезные навыки рисования, это все совершенствуется в процессе. Это идет скорее рисование от души. То есть вам не обязательно посещать постоянно художественную студию. На пленэрах, на каких-то мастер-классах, в вольном режиме рисование происходит гораздо интереснее. Этим не нужно заниматься профессионально. Это скорее идет у многих людей как хобби. На данный момент смогу сказать, что уже, в принципе, изрисовала вдоль и поперек, наверное, книг вот таких небольших скетчбуков штук 10, если не больше. Рисовать начала в школе просто как отвлечение работ. По сути, скетчинг — это зарисовка не столько полноценная картина, сколько быстрая зарисовка какой-то ситуации, настроения. То есть мы рисовать можем абсолютно что угодно. Это могут быть какие-то предметы, какие-то объекты. Передать их конкретное настроение. Вот, казалось бы, обыкновенный кактус в итоге становится определенным арт-объектом. То есть рисование в скетчинге поощряется. Мы пришли в кафе, мы зарисовали какое-то настроение, какую-то обстановку. То же самое, абсолютно любое мероприятие. А это что за мероприятие? Тоже посвященное искусстве книги. Пленэр в Атриуме. Конкурс по чтению вслух «Открой рот». Тоже происходившее первый раз в Севастополе мероприятие, устроенное гостями из Новосибирска. Опять же, посвященное искусству книги. Рина, а каким-то художественным произведениям конкретным вы уже делали зарисовки или еще пока нет? Некоторые работы, в частности, определенные, сейчас уже переделываются в более интересный формат digital art, то есть цифровое искусство на планшете, то есть то, что мы чаще всего можем увидеть в интернете. Да, многие из этих работ становятся просто как эскизами к чему-то более серьезному. Но в основном, вот в большей части, скетчинг подразумевает все-таки какую-то передачу, быструю передачу, скорее настроения. То есть так, что вот пока не потерял. А есть ли какие бы то ни было художественные, литературные произведения, о котором вы бы хотели сделать вот такие зарисовки? Ну, сейчас периодически вот стараюсь, очень интересуюсь славянской, скандинавской мифологией, поэтому на эту тему есть некоторые интересные работы. В дальнейшем планирую это развивать, то есть пока на этапе, опять же, эскизов, но планируется сделать, расширить серию. Возможно, привести ее, опять же, в полноценные произведения, такие цифровые, но пока на этапе скетчинга, пока не забыла, что называется. Анна, давайте подробнее расскажем, где и когда пройдет фестиваль, в каких залах и в какое время. У нас в этом фестивале заявлены два зала в сети централизованной библиотечной системы для взрослых. Первый зал открывается у нас, это малый зал библиотеки имени Льва Николаевича Толстого. Завтра, 17 сентября в 15.00 мы всех ждем, у нас будет выставка открытая, образы уходящего лета. Это действительно те зарисовки, которые вот наше сообщество скетчеров Азбу Карта сделала вот за этот летний период. Очень плодотворно ребята поработали, отличные вещи есть. От простого скетчинга, как вот Рина показывала, такого быстрого рисуночного, до уже серьезных акварельных классических работ. А также 24 сентября тоже в 3 часа дня библиотека номер 5 имени Константина Георгиевича Паустовского. Это замечательный зал, уже имеющий свою аудиторию и читателей, и теперь еще и зрителей. Приглашаем еще и туда. Сколько всего работ будет задействовано в фестивале, и если говорить об их авторах, насколько они знамениты и кто они? Авторов сейчас у нас 17. Это ребята из Севастополя, естественно, Симферополя, Донецка, Дубна. Есть мэтры, такие как Сергей Меркулов, Руслан Микаилов, Маша Шубина. Очень много авторов наших. Такие же мэтры, как Наталья... Я прошу прощения, немножко всех еще забываю, да. Вот буквально присоединилась она к нам. И есть новички. Это Надежда Михайловна Ковулич, замечательный автор, вместе с ее шестью учениками из-за студии Охара. Вот они тоже у нас выставлены наравне вместе с другими авторами. А какова дальнейшая судьба всех этих выставочных работ? Вот фестиваль пройдет, и что дальше? А дальше очень многие из этих работ поедут по городам. Многие авторы планируют выставляться дальше в своих сообществах городских. Точно так же увидят наши севастопольские городские зарисовки, наш город, люди вот в Подмосковье. Будем очень рады тоже увидеть их впечатления. Наталья обещала поделиться. Очень многие работы уже сейчас, когда мы их монтируем в выставку, увидят люди, которые приходят в библиотеку и уже просят что-то. Да, может быть, что-то где-то с авторами встретятся, поговорить. Может быть, что-то будет приобретено. Что-то уже подарено библиотеке. Вот некоторые авторы уже выразили такое пожелание, чтобы в библиотеке именно остались скетчи. Потому что именно это пространство очень хорошо подходит для существования таких рисунков. Рина, а какие ваши работы будут принимать участие в этом фестивале? Я в этот фестиваль решила привнести не столько работы такого картинного формата, сколько показать зрителю, что из себя представляет скетчбук. То есть как основное место действия автора. Скетчбук — это такое пространство, где в принципе это не холст, который надо ему составлять, композицию определенную. В скетчбук помещается абсолютно все, что угодно. Вы можете выбрать какую-то централизованную композицию и так далее. Но в большинстве случаев авторы совмещают там текст, какие-то пространные зарисовки текстовые о том, что в данный момент происходит. Абсолютно бессистемное, так скажем, размещение каких-то объектов. То есть вот так примерно в принципе выглядит скетчбук. Абсолютно, да. Разрозненные предметы в любое время суток, пополняющие просто лист. То есть показать идею основного пространства творчества. На какой площадке вы будете выставляться? Ну, в первую очередь сначала в библиотеке Толстого. А там, в библиотеке Павловского, я так понимаю, немножечко расширю свою экспозицию. То есть сейчас показать именно идею, дальше уже какие-то конкретные продукты. Анна, в чем же актуальность данного фестиваля на сегодняшний день? А вот смотрите, у нас очень часто бывает и говорят сейчас, что люди не читают. Но отчасти это впечатление очень обманчивое, потому что и читают, и очень много, оказывается, еще и пишут. И вот Рина не случайно показала, да, существование скетчбука. Мы очень просили, чтобы именно этот формат скетча был представлен. Это книга, которую очень хорошо можно визуально почитать. У нас многие читатели библиотеки становятся зрителями, а зрители становятся читателями. Это такой же альбом, который мы листаем. Это привычный формат книги. Вот, кстати, в библиотеке тоже специально выставим несколько уникальных таких вещей. Например, вот это издание замечательного писателя Аксакова «Записки об ужении рыбы». Шикарное совершенно издание. Посмотрите, здесь иллюстрации выполнены как раз в скетч-формате. Здесь вот как раз скетчбук, но уже опубликованный. Отличный текст. Это русская классика, русская литература. Причем очень полезная. Я знаю, что очень многие увлекаются. А вот посмотрите, здесь еще есть такие замечательные скетчи. Вот это вот тот же скетчбук, только напечатанный. У нас будет много таких книг. Вот тут же Аксаков тоже из этой же серии. Посмотрите, совершенно потрясающие такие записки охотни. Ну что ж, время нашей передачи «Естекло». Благодарю за ваш вклад в культурную и образовательную жизнь нашего города. И спасибо, что познакомили нас с новым направлением в творчестве скетчинг. Спасибо. На этом оставим точку. Эфир же телеканала продолжается. Важные и значимые темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok